У вас, кстати, ведь такая достаточно уникальная ситуация, то, что называется, словом, замес. У вас папа из Литвы, а мама болгарка из Приднестровья, по-моему. А вот с такой редкой фамилией в школе, на флоте, не было никогда никаких вот разборок? Знаете, вот, Жень, я совершенно недавно был по линии одной программы в Литве, и меня там спрашивали, у них же тоже сейчас какая-то паранойя какая-то возникает по поводу нашего прошлого совместного. И меня спрашивали, я говорю, вы знаете, а как вас там, я говорю, вот, насколько я помню, людей в России с литовской фамилией ожидали только преференции. Потому что если назначали куда-то, с литовской фамилией, значит, литой, значит, порядочный, работящий, приличный человек и так далее. Ну, насколько я помню. Вот я пришел служить, я был сначала машинистом триумным, водолазом, машинистом триумным. И я когда пришел на корабль, сразу с моей фамилией, мне сразу все кречики определили. Ну, это совсем другая служба и более такая уже, ну, элита, скажем, флотская, да. Вот даже меня не видел командир. Просто списки пришли, моя фамилия. Сразу, потому что секретчик сходил уже на берег, демобилизовался. Вот я говорю, и всем объясняю, что я не помню ни одного момента, чтобы кто-то там, ну, доброжелательно, как иногда называют, там, Мар-2, там, называли лабосы, да. Лабосы там, лабосы. Ну, это, как сказать, это ж, ну, татары, татары, там. Ну, это, мне кажется, в этом есть какое-то, ну, доброжелательство, наоборот, как бы, да, когда ты вот нормально. Ну, собственно, вот слово «хохлы», оно тоже никогда не имел коннотации. Хохлы, да, ну да. И раньше мы воспринимали москали, но мы все с юмором, ну да. И это все, как бы, доброжелательно, мне кажется. И, наоборот, ну, не будешь, если ты с человеком знаком, его зовут Владимир. Все время, ну, если он твой друг, не будешь, его зовут Владимир. Владимир, ты, ну, Володька, да, Вовка, там, Вовчик, да, ну, какое-то все равно ты это имя адаптируешь под ваши отношения. Мне кажется, это, наоборот, было свидетельством каких-то очень добрососедских отношений, каких-то, ну, ласкательно-уменьшительных, что ли. А они на, а там, знаете, я украинец, а, знаете, я литовец. Да как, ну, литовец молодец, и хорошо, кто против, да. А по-литовски что-нибудь знаете или в семье... Ну, Трупути, Бишки Трупути, аж Супратауполь и Литовишка. Ну, немножко понимаю по-литовски. А по-болгарски, наверное, нет, да? А по-болгарски вообще. Хотя мама говорила, что начала говорить вообще как человек на болгарском языке. Да? Да, и потом как-то ушло все. А мама чем по профессии была? Мама была, у меня родители уже... Да, я знаю, да. Папа-то геолог, я знаю. Нет, папа не геолог, папа был экономистом, но все время работал в геопартии сначала, вот когда уже, так сказать, в моей сознательной жизни. Мама была штукатурмаляр. Угу, понятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Эрканале «Москва-24».